Перед вами 48-канальная сейсморазведочная станция итальянского производства Maya X610S Станция работает на операционной системе Windows Станция в противоударном герметичном корпусе FELICAN Здесь имеется несколько разъемов В частности, разъемы для сейсмических КОС О них мы поговорим чуть позже В каждый разъем можно подключить до 12 каналов И таких разъемов у нас 4 Соответственно, до 48 каналов может использовать эта станция Станция работает как для активной сейсморазведки, так и для пассивной Для синхронизации времени здесь есть GPS-приемник Это необходимо для синхронизации времени для записи пассивной сейсмики Для синхронизации источника и линии приема здесь находится разъем под названием START То есть сюда подключается триггер или стартовый геофон При возбуждении сейсмических колебаний он срабатывает и дает сигнал для активизации всех остальных 48 каналов и записи Кроме этого, конечно, работает станция на аккумуляторе 12 вольт Вот он, собственно, здесь Имеется кулер И разъемы для передачи данных То есть ВГА-разъем для проекцирования на другой экран USB для записи полученных полевых данных Сетевой для работы со станцией И кнопка включения-выключения Для начала работы необходимо перейти в меню Начало работ Здесь появится интерфейс, которым вы можете задать количество каналов необходимых для работы То есть в настройках, да? То есть здесь можно использовать от 1 до 48 каналов Вот Кроме этого, можно задать характеристики приемников То есть усиление для каналов и так далее И длину записи Перед началом работ необходимо провести проверку работности геофонов То есть приемников После того, как вы нажмете Здесь сейсмостанция должна определить, какие каналы у вас работают, какие нет Соответственно, вы должны принять необходимые меры В данный момент ни один канал не подключен И станция показывает, что ни один канал не работает Если нормальные ситуации, они должны показывать, отображаться зеленым цветом После того, как вы провели анализ работы геофонов Вам необходимо провести анализ шума То есть нойс-анализ Сейчас будет показан только шум, собственно, самой станции Если мы ее усилим Вот, то мы видим какое-то некое дребезжание Вот, это работает, собственно, сама станция Если мы уменьшим масштабность Соответственно, это для Также для корректировки ваших полевых работ И для выбора оптимальной, для нормальной визуализации Вашего сигнала После этого необходимо нажать на стоп И, собственно, начать сами полевые работы Сейчас у нас стартовый геофон не подключен Поэтому нет смысла включать станцию Она может дать ошибку После работы вы сохраняете ваши сейсмограммы То есть сейсмограммы будут в виде сейсмограммы ПВ То есть у вас будет здесь до 48 каналов состоять сейсмограмма Вы ее сохраняете и переходите или на следующий пункт возбуждения Или на следующую расстановку вашего профиля После того, как вы записали все полевые данные Уже в камеральных условиях или до этого Ну вот, вам необходимо все это записать Записываете вы это по следующей вкладке меню То есть здесь можно поместить сюда флеш память и записать эти данные Собственно, все Говоря о сейсмических косах Выглядят они следующим образом То есть здесь тоже имеется 12 таких разъемов Каждая коса состоит из 12 разъемов Они подключаются к каждой сейсмической станции Ну, количество разъемов в каждой станции может быть разное Но смысл в том, что вот таким путем подключается Собственно, сам сейсмический приемник И он выглядит вот так В данном случае в этом сейсмическом приемнике Имеется пружинка, магнит, катушка Ну и сопротивление для гашения собственных колебаний Волна приходит, колеблит на пружинку И у нас создается электродвижущая сила Которая по проводам проходит и регистрируется на станции Сейсмическая коса имеет в себе несколько жил То есть каждый сейсмический приемник Имеет, собственно, две жилы Которые подключаются непосредственно к станции Поэтому станция и может распознать Работает сейсмический приемник или нет В данном случае вы видите горизонтальный сейсмический приемник То есть его расположение горизонтальное И он может регистрировать поперечные волны Для регистрации продольных волк У нас используется вертикальный сейсмический приемник Вот Ну, можно даже услышать Так он работает А так работает в основном горизонтальный сейсмический приемник Вот Все Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова